Здравствуйте! В предыдущих видео я уже рисовала фигуру, похожую на эту. По-моему, это был пятиугольник или шестиугольник. Сейчас нам нужно определить сумму внешних углов в шестиугольник. Давайте назовем этот угол А, этот В, С, Д и Е. В прошлый раз мы проделали следующее. Мы сказали, что угол А равен 180 градусов минус внутренний угол, смежный с А, и сделали так для каждого из углов. Так, благодаря алгебраическим преобразованиям, мы смогли вычислить внутренние углы. А затем мы разбили фигуру на треугольники и использовали это, чтобы вычислить внешние углы. И это был достаточно запутанный процесс. Но я вам покажу, что есть более легкий и элегантный способ найти внешние углы этого многоугольника. И это срабатывает для любого выпуклого многоугольника, когда вы ищете эти внешние углы. С чего начнем? Нам надо заново нарисовать углы. Давайте сейчас еще раз нарисуем каждый из этих углов. Сначала вот этот, угол А. Величина этого угла А. Я нарисую его вот здесь. Это будет точно такой же угол. Его величина А. А теперь давайте я нарисую угол В. Я буду его рисовать прилежащим к углу А. И пока мы это не сделали, давайте подумаем вот о чем. Если мы проведем здесь прямую, параллельную этой прямой, тогда величина этого угла тоже будет равна В, потому что эта прямая также будет являться секущей, а это будут соответствующие углы. Итак, если вы хотите нарисовать угол В, прилежащим к А, то можете сделать это вот так. Каким бы ни был этот угол, его величина равна В, и он прилежит к А. Сейчас я сделаю то же самое для С. Мы проведем здесь прямую, параллельную этой прямой. И этот угол также будет С. И если мы хотим, чтобы этот угол был прилежащим к этому, то стоит нарисовать его здесь. Это угол С. Итак, угол С будет выглядеть примерно вот так. И мы переходим к углу D. Еще раз нарисую его другим цветом. D будет вот здесь. Или же можно переместить его сюда, и он будет выглядеть вот так. Или же переместить его сюда, и он будет выглядеть так. Все эти прямые параллельны друг к другу. Так что давайте нарисуем угол D вот так. Эта прямая параллельна этим прямым. И, наконец, у нас есть угол Е. И, опять-таки, вы можете нарисовать прямую, которая параллельна этой. Вот тут будет угол Е. Или вы можете нарисовать это здесь. Если мы нарисуем углы подобным образом, то становится ясно, что, когда вы складываете величины углов А, В, С, Д и Е, вы проходите весь путь по кругу. Вы можете идти по часовой стрелке или против часовой стрелки, но вы проходите полностью весь круг. Сумма всех этих углов равна А плюс В плюс С плюс Д равна 360 градусов. И это работает для любого выпуклого многоугольника. Если я говорю «выпуклый многоугольник», то имею в виду, что он не согнут, что ли. Давайте объясню, что я имею в виду. Сказать правильно нельзя, так как это означает, что он имеет одинаковые стороны и одинаковые углы. А этот не вогнутый, а выпуклый именно. Это выпуклый многоугольник. А вогнутый многоугольник… давайте нарисую здесь. Вот это будет вогнутый многоугольник. Он имеет такое же количество сторон, но они как бы вогнуты. Давайте я нарисую такое же количество сторон. Вот одна сторона, вот, вот, вот… Нет, это та же самая сторона. Давайте нарисую вот так, а потом вот так. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, и здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 сторон. Это выпуклый многоугольник, а это вогнутый многоугольник. Я запоминаю это так. Он как будто прогнут внутрь. Если мы собираемся вычислить внешние углы любого выпуклого многоугольника… Прошу прощения, я постоянно их путаю. Это относится к выпуклому многоугольнику. Так вот, если вы возьмете вот этот угол, прибавите к нему этот угол, прибавите к нему этот угол, этот угол, этот и этот… Чтобы показать, что они все разные, давайте обозначим их разными цветами. Например, вот этот зеленым, этот каким-то другим цветом… В общем, они все будут разными. Но если вы переместите углы подобным образом, то они все образуют круг, их сумма будет равна 360 градусам. Ну, а сегодня на этом все. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok